В прямом эфире эта деталь, 642-9470, присоединяйтесь прямо сейчас, Саша, я вас самое главное не спросила, а вот понятно, там Ингиборга каталась, вот куда-то она там ехала, и вдруг увидела, что вы пришли, и тот самый мужчина, который с кривого хмыла на нее смотрел, и был выбран ей в партнер. А вы сами выбирали, или как вот сложилось, что вы оказались с Ингиборгой? Нет, сложилось так, что мне контракт предложили сначала Татьяне, моей жене, и она, я так понимал, что уезжала в Россию на 4,5 месяца, вот, с ребенка, без ребенка, не знаю, в общем, все у нас было раздербан полный, мы не понимали вообще, что будет происходить дальше, и вдруг позвонил Илья и говорит, а ты сам-то не хочешь покататься, я 10 лет уже не в материале, то есть я тренирую, но я выхожу на коньках, но это совершенно не так, вот, и я говорю, ну ты знаешь, у меня даже, как-то я сразу сказал, ну скорее всего нет. Это все ученики будут смотреть, они могут что-то в мире, и потом я говорю, ну а какие у тебя предложения есть, и он говорит, ну, например, если я тебе предложу Ингиборгу Дуккуна, я говорю, да, я согласен, потому что, во-первых, она мне нравилась как актриса, очень, ну, утомленный солнцем, ну, как бы, это было, и я вот как-то сразу увидел, что именно эта партнерша для меня может сработать. То есть, если бы была другая партнерша, не факт, что вы согласились? Ну, не факт, конечно, не факт. Ну, как интересно, и значит, вы сразу приняли это решение? Ну, вот как-то сразу я понял, что да, это вот, я хочу. А какие ощущения, вот когда, вот как Ингиборга рассказывает, абсолютно, да, ты видишь человека по телевизору, как он катается, ты видишь его в жизни, это две большие разницы. Такие вы, да, вы ее видели в телевизоре, вы ее видели в кино, и вдруг вы как бы заходите, вот что вы видите? Она видела мужчину с недовольным лицом, который так на нее смотрел. Нет, на самом деле это было не недовольное лицо, все равно вся ее проблема в том, что она единственная, кто встала в пару с тренером. Почему это не проблема, это мой, как сказать, это в конечном итоге твой успех. А изначально это действительно выглядело так, то есть это как врач, приходит, ляг, так, да, отрезал, посмотрел, нет, это, ну, в общем, нужно сразу было посмотреть и сделать вывод, как это должна программа сработать. Ну, вот вы приходите, вот вы ее видели, она соответствовала вашим ощущениям из кино, вот как вы ее в кино представляли? Соответствовала, потому что она стояла с коньками в руках, и она соответствовала целиком и полностью, ну, вот, Инга Бойгодов, Кунай, когда она делала коньки, там немножко другая история была, вот, но, тем не менее, я прекрасно знал, представлял, как это вообще может выглядеть, когда люди катаются, ну, в шесть лет последний раз человек вставал на коньки, вот, я это понимал, и понимал, что там нужно будет сделать большую работу, Вот, но потом, когда они показали шаги, которые они с Ильей придумали, я просто был потрясен, потому что это так сложно было, вот, и я понял, что да, все будет работать, просто нужно сейчас какое-то вот притереться, потратить какое-то время, и все будет нормально. А вы поняли, что ваш партнер тоже 10 лет на коньках не стоял, что он тоже так себе? Нет, я стоял, стоял, я стоял, я не катался, но стоял. Потому что я не знаю этой разницы, я настолько нюансов тюбурного катания не понимаю. А что супруга говорит Татьяна Навка, вот ей как? По поводу. Ну, вот она вот смотрит, она же, наверное, когда дома вы смотрите шоу, все равно же болеет, ну, как это обычно бывает, или по-другому? За меня болеет? Да. Конечно, болеет. Ну, и что говорит? Она из-за себя болеет. Нет, ну, это понятно, вот на вашу пару, когда она смотрит профессионально, больше замечаний, больше критики или, наоборот, больше комплиментов? Нет, ну, зависит от того, во-первых, как выстраиваются эти все номера. Ну, по последнему выступлению что сказала? Нет, ну, в принципе, мы пытаемся друг другу говорить, конечно, больше похвал и комплиментов, потому что, в принципе, во-первых, это действительно хорошо. Вот, и я вот честно скажу, я очень критикан, вот, когда смотрю, особенно свои номера или свои программы, кому-то я даже делаю, у меня все не нравится, все не устраивает. Было вот пару моментов, когда я сам снял трубку, позвонил Инге Борге после программы, говорю, Инге Борге, ну, это было, ну, ты была просто супер, потому что мне понравилось реально, как это выглядело. То есть, сам тренешь, сижу дома, на себя смотрю, вижу свою партнершу, потом... Видимо, вот Илья так выстроил правильно камеру, что, ну, хорошо, ну, хорошо, ну, хорошо. Кино, все же придумают, склеят, вы же понимаете. Но мы-то катаемся, мы же, действительно, это же, мы не можем... Я шучу, я же не на самом деле, конечно. Но дело в том, что иногда, вот, как сегодня мы приехали, иногда Татьяна катается с Маратом в то же самое время. Да. И мы друг к другу, ну, посмотрите, ну, что у нас, почему у нас вот тут вот не клеится, посмотрите, Илья и тому подобное, и как бы мы... Ну, это не настолько, может, я неправильно говорю? У нас более дружеские отношения, чем, может быть, думают. Ну, конечно, не, ну, понятно, вы же как бы в данном случае... Я не знаю, как по контракту, победители получают много денег, что получают победители? Мы не знаем, что получают победители. Вы не знаете, что получают? То есть вы в то время, когда вы должны зарабатывать миллионы в кино, вы не знаете, что получают победители? Миллионы в кино. Я не знаю, что получают. Серьезно не знаете, что получают? Я клянусь, я не знаю, что получают. А вдруг вы ничего не получаете? Ну вдруг, я уже все получила. Серьезно? Я получила... Не то, что я получила, я прошла огромные испытания. И для меня этот опыт, который я прошла, ничем не заменит, никакими деньгами. Добрый вечер, здравствуйте. У нас есть звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Олеся, со Смоленска. Пожалуйста, Олеся, ваш вопрос. Хочу свою признательность выразить Жулину и госпоже Добкунайте. Очень вообще шикарная просто пара. Вот. Также очень люблю, ну, как это, так это, Башарова и Навка. Ну, как бы хотела бы отдать вопрос, но вы уже все ответили, я спасусь. А что вас интересовало-то? Да я хотела вот как раз про соперничество спросить, вот как господина Жулина со своей супругой. Не разговаривай. В разных комнатах спят с начала проекта, говорю. Спасибо большое. Правильно, да? Да, я пока... Татьяна сама не попробует чай, я ее чай не беру пить. Конечно, ну, а кто его знает, знаете, что там бывает? Ну, на самом деле, вообще, вот супружеская пара. Интересно, спортивные же очень сильно переживают депрессии, когда они проигрывают, когда что-то не клеится, когда вот, да, не сложилось. Вот эта депрессия, которую ты переживаешь, профессионально занимаясь спортом, похожа на то неудовольствие или неудовлетворение, которое, возможно, вы испытываете, а то, что что-то не клеится, как Нурбург говорит. Может быть, но после Олимпийских игр мы в таком состоянии эйфории пребываем до сих пор, что все у нас клеится. И как-то, ну, после Олимпийских игр, поверьте мне, все эти даже промахи и пробелы, вот, то, что сейчас происходит на шоу, ну, это детский лепет на лужайке. А как вы подкалываете друг друга? Подкалываешь? Да, с женой. Ну, Таня говорит, а какую программу ты нам советуешь взять на следующий номер? Ой, не знаю, теперь сама-сама. Да, сейчас. Вот это теперь сама-сама, да? Мы смеемся, конечно, конечно, смеемся. И, конечно, в принципе, существуют моменты, когда, например, Таня спрашивает, а как ты думаешь, будет ли хорошо вот это? Я говорю, да, мне кажется, это вам пойдет, а вот это, например, не пойдет. Или, наоборот, я ее спрашиваю. А вы видели, как Марат Башаров катается на роликах? Нет. Вы не видели, как Марат Башаров катается на роликах, в облегающем трико? Сходите на спектакль «Леди Снайт». А нам понравится. Конечно. Мы все время тренируемся. Нас он приглашал три раза, и мы все время тренируемся. Это победитель. Я вам просто рекомендую, там он бесподобен. Добрый вечер, здравствуйте, алло.